а сколько 700 гривен приехал в кривой рог обзор квартиры 700 гривен которая сдается посуточно трёхкомнатная да так диванчики и где сам постельный это лишь два постели только двухместная же нет или тут две постели мы же не будем на на двухспальном спа о том как только лиционер есть нашу тут а ну вот это а это что это горит а то не горит лампочку отремонтируем да а это что такое телевизор в комнате авто и в двухспальной нету телевизора так это зал в зале у нас тоже кондиционер плазма постирать сказали шукулящи поэтому сделали ухтуша тут тепло балкон открытый правда пепельницы есть вешалки тапочки есть так стиралка туалет буллер даже горячая вода есть ель для душа и шампунь так разбираемся за постельные холодильник старовины атлант минск да это постель это простынь такого цвета да тонна где покажи вот это простынь да Тюк, а я думал это пуфики. Нет, ну вот специально дернул, видишь. Офигеть. Вот, полотенце. Вот это да. Вот молохи, елки-молохи. Вот это молохи, да. Село неасфальтированное. Село неасфальтированное. Да. Так, смотри, что у нас тут есть. Дальше обзор. Ну что, чайничек есть? Так, вот. А тут что у нас, посуда должна? Ни хрена. О, чашки есть, стаканы есть. А газ ты можешь включить? А что, оно покажи. Кастрюльки. О, приправы есть, макароны. Ну мы ж не будем их людей обидать. Ну тут соль, сахар должен быть, рукав для запекания. О, есть этот, как его, открывашка, штопор. Ножи затачивать. Ну самое главное, ты знаешь, как газ включать? А что, не включается? А я не знаю. Ну открытый. Открытый. Оно включает. Кстати, а вот, смотри, вот этот самый, его в баклажку воды кидал. Вода едет. А горячая? Или она не греет? О, теплая вода. Слушай, так это можно и помысами. Шашок в холодильнике. Вот что в холодильнике? Холодильник, он густой. Надо его размораживать. Розетки без заземляющих контактов. Ох, приехал электрик. Токарь. Ну вот, вот такая. 700 гривен этот, да? Да. И надо предоплату за один день. А ну включи. Нет, а оплата сразу за этот самый? Ну сразу на сколько, да. Ну вот, и плюс 700 гривен этот, типа, залог уже. А ты можешь включить это? Какой из них? Это мистерий. Неужели тут есть кабельные? Ой. И самое интересное, что с той стороны окна не выходят. АТБ напротив. И гастрономчик, который работает с 5 до 11. Вот тебе АТБ написано. А дальше? Да, ну я еще буду смотреть у меня. А что, а Wi-Fi тут есть? Да. А, интернет тут есть? Да, да. Ну вот. Блин, не знаю. Переключается. Да, ну его нахер выключай. Да, я телевизионки уже сто лет не пользовался. Выключай его. Бугезад. Слушай, так это настоящая картина. Бугезад. Нарисовал. Ну вот такая. А стул какой у нас на офисе. Ну что, по девочкам? Да, я шучу. Сейчас, сейчас. Нам только девочка. Да, я шучу. Жена как услышит, подумает. Так. Ну вот хорошо. Отлично. А я тапочки не брал. Ну, попользуюсь. Они проявились. Так, ну, продолжаем снимать. Распаковка продуктов. 300 гривен командировочный. Они, конечно, ничего не покушали. Зашел в АТБ. И потратил там 90 гривен 70 копеек. Купил вода Моршинская полтора литра. 14 гривен. Судя, какое здесь лобостан? 7 ноября. Как 7? 8. 8 сегодня. Хлеб, Криворож, хлеб казацкий, зерновой. 16,90. Вода полтора литра. Это 14 гривен. Криворожский хлеб. Будет в Кривом Рогоне. Попробовать Криворожский хлеб. Ну, и тут кофе нету. Прошел взять Якобс Эспрессо. 230 грамм. Кофе молотая. Ну, по акции такая фигня. 68,90. На кофе денег. И мне это все равно, я без сахара пьет. Руслан. Соль есть. Уксус есть. Сода есть. Мука есть. Прикинь, тут сахар был. Он взял 3 в 1. 90 гривен я потратил. 100 гривен ВТБ потратил. И тут какая-то что-то это была. Называется МИД Монофрачи. Ну, короче, пошел я туда и купил себе на 240 гривен. Итого 340 гривен мне обойдется ужин. А что я купил? Я купил картошку жареную. Вот это получается порция обходится на 18 гривен. Пакетик 4 гривен. С меня собирали икра из баклажан. Руки трясутся. 70 гривен вот эта икра. Охренеть. Что-то дорого. Не понял. 300 грамм. 71 гривен баклажан. Ужал три четвертины гриль. Вот, две четвертины на 138 гриль. Ну, вот как бы так. Ну, не буду я снимать реакцию на еду. Просто, чтобы вы знали, как этот ААА. А, и улица Гагарина 1 в кривом рогу. Типа такого. Это первый день командировки. Это наклейка с этих с носков медицинских. Ну, у которых там резинка не сильно тянет. Но нужно вот такие наклейки на холодильнике. Надо что же как-то что-то о себе наклеить. Не буду же ей написать, что здесь был Вася. Ну, так оставил память о себе в гостиничном номере. Ну, туалетную бумагу я все-таки свою положу. Потому что, видите, это это висит не на этом, чтобы рвать. поэтому, мало ли кто руками касался и вытерял свою задницу. Лучше. Греха подальше. Все, и поставить. Что-то видео любит. Непонятно почему. День-второй отчет для жены, как муж тратит командировочные деньги. Короче, зашел я в мама пиццу тут вот такое американо с молоком. 20 гривен американо плюс 7 гривен и взял пиццу карбонара. Это все мне обошлось. 27 гривен американо с молоком и пицца карбонара 129 гривен. Это у меня обед. А, и вчера я был, почему утром не отчитывал пицца, потому что я доедал бутерброды, которые мне жена передавала и потратил там только на американо с молоком где-то. гривен 60 и все. В том я посчитаю и скажу сколько надо давать людям командировочных реально до кривого рога. Вечер второй. Ну, деньги на сигареты я не считаю по 75-85. Командировочные это не должно учитывать. В общем, пошел я в АТБ и купил салат моркова по-корейски, закуска бутербродная с грибами и этот колбасный ряд, закуска по-домашнему, продукты сала сэмом, хлеб не остался, курочка. Короче, вот эта закуска 14-90, морковка вот такой пакованчик 27-30, и вот эта фигня шумазать на хлеб 17-50, этого 60-90. Ну, это, а, Руслан купил воду, потому что хреновый кофе получается на воде из крана, ну, чай бы, наверное, хороший был, а вот ну, это он, спонсор банкета. День третьих ходов в казанке 50 гривен.